витископ доброго времени суток говорим о национальной баскетбольной ассоциации в общем-то плей-офф уже там не за горами а тут такие события лидеры вылетают один за одним и наверное топовая новость травма ковенодюранта очередная к сожалению вот они и мы поговорим с моим коллегой вадимом карманцом в один добрый день добрый день виктор да действительно оклахома рассматривается всеми несмотря на то что она всего лишь сейчас на восьмом месте на западе западной конференции но все равно рассматривается как один из контендеров один из претендентов на победу и без здорового ковена дюранта оклахома ну ты наверно со мной согласись они не сможет претендовать ни на что если разбираться ну скажем так мы с тобой уже успели посмотреть как играла оклахома без ковена дюранта начиналось все очень плохо фактически весь ноябрь дюрант не играл там еще наложилась травма другого лидера рассела уэсбрука и у команды были показатели 512 они были далеко от зоны плей-офф но потом команда научилась играть без дюранта слава богу выздоровел в эсбрук он больше не пропускает и команда постепенно 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 подбиралась к этой зоне плей-офф сейчас после рывка последних десяти матчах 82 команда на восьмом месте потеснила оттуда уже феникс который долго оккупировал эту восьмую позицию и я думаю что до конца регулярного чемпионата при условии что дюрант будет здоров или будет пропускать минимальное количество матчей оклахома может в первую четверку она уже точно не заберется ты как считаешь я уверен в этом я думаю что седьмое место в принципе зачасти бы для оклахомы но я так понимаю что при нижнем пассиве без преимущества своей площадке на западе наверно в принципе все равно против кого выходить потому что я не могу сказать что оклахома есть удобный матч-ап и неудобный матч-ап возможно клиперс было бы интересно оклахоми сыграть клиперс но по-моему нет таких вариантов при которых они могут попасть на эту команду самый неудобный я считаю соперник западной конференции в плей-офф это действующий чемпион сан-антонио который с которым оклахома не пересечется в первом раунде правильно потому что сан-антонио сам сейчас идет в нижнем пассиве вот кстати единственный шанс до получить преимущество своей площадке минополио сан-антонио об этом наверное я уверен думает оклахома но вернемся к дюранту потому что вот вот сколько пропустит дюрант какой прогноз на данный момент ну дюрант сейчас сделал операцию которая позволит ему снизить напряжение в его травмированной ноге то есть ему нужно я думаю что он все равно будет играть в каком-то щадящим режиме определенное количество матчей он пропустит он будет понемножку выходить на пик своей формы и когда он его на пик своей формы по здоровью и когда он уже будет но я не думаю что он на сто процентов будет здоров потому что нужно добывать эти победы и тут уже некогда будет ждать я думаю что ему будут давать так называемые аресты в матче матчах против команд которые откровенно танкуют этот сезон и там можно спокойно дюранту отдыхать но в матчах с лидером с лидерами в лобовых матчах он будет играть даже если не будет готов на сто процентов ты говоря вот странно да по дюранту мы привыкли дюрант играет постоянно я помню у него проблемы со здоровьем в один сезон возникли во второе когда он пропустил порядка там месяца это нельзя назвать эту травму какой-то серьезное вот тут у него просто пошла череда сначала перелом ноги потом он вывихнул то лодыжку изначально была информация что вроде бы но не серьезный вывих тем не менее он пропустил порядка двух недель и вот теперь опять болевые ощущения вернулись то есть там какая-то очевидно вот проблема с перелом ноги она не решена насколько я понял и это очень неприятно все равно да это но скажем так не характерно для дюранта то есть он человек то как это айронмен в принципе по сути по своей железный человек был но тем не менее мне вот кажется сейчас оклахома без дюранта выглядит очень симпатично потому что они очень здорово кадрово решили этот вопрос и подстраховались хотя мне казалось что больше под угрозой здоровья уэсбурга пошел регулярно ломается именно в плей-офф под плей-офф а здесь оклахома подстраховала взяла под дюранта вейтерса да если не ошибаюсь вейтерса они взяли еще раньше а уже перед закрытием трансферного окна они очень качественно усилились тот же синглер это кайл синглер который закрывает ту же позицию дюранта плюс пришел нс-контер это человек который ну . одобор очков первую очередь в атаке то что не хватало с травма дюранта ну и я думаю что у них сейчас очень качественная и стартовая пятерка и у них три-четыре человека которые очень хорошо выходят со скамейки то есть это люди которые могут держать темп люди которые могут набирать очки поэтому вот сейчас если сейчас для оклахомы травма дюранта она не не настолько скажем так губительно как это было в ноябре когда у них был сырой состав когда у них со скамейки один раджи джексон только мог зажигать джексон зажигала тоже из лазарета по моему отрезка там вообще было просто страшно у них по моему 44 игрока основы одно время были травмированы перед джонс которого они вот сейчас спустя какое-то время за ненадобностью просто выбросили то есть перед джонс человек который давал им по 20 очков и все это говорит о чем о том что у оклахомы хорошая глубина я скажу так у оклахомы очень хорошая глубина командная и в принципе это говорит об уровне вот работы менеджера команды который построил настолько глубокую взаимозаменяемую команду которая даже избавившись от рэджи джексон данный момент имеет одно из лучших скамеек в лиге ведь а здесь вот работа менеджера просто идеальная единственная работа главного тренера но мне кажется ну 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 не тянет это главный тренер на уровень такой команды как оклахома он по моему никогда ее не сделает чемпионах но посмотрим что у брукса дальше получится сейчас переходим к другой теме это же пострадавшей команде это майами которая осталась без криса божья причем на ровном месте до казалось бы только человек отыграл старгейм и тут на тебе беда да у криса боша нашли сгустки в легких это довольно серьезная болезнь скажем так еще пока не диагностировали полностью что с ним такое но так как подобное было уварижал ищу кого-то из центров сейчас точно не скажу у кого я подозреваю что это может быть не профессиональная болезнь центровых но скорее всего это какие-то загустки крови от постоянных соприкосновений ну мы знаем что центровой он все время рубится под кольцом он все время получает удары в область груди то же самое вот я подозреваю ну я не врач поэтому я с точностью это говорить не могу может быть у него какая-нибудь пневмония может быть какой-нибудь левочное заболевание но мне все таки кажется что мы сейчас уйдем в медицину хорошо пожелаем к лицу боже здоровья что что майами теперь делать они идут в принципе сейчас 7 на востоке там их поджимают сзади очень далеко впереди убежали мелоки если вообще майами смысл выходить в плей-офф хотя под плей-офф конечно не драгича брали тут понятно вот есть сейчас смысл выходить в плей-офф ну ты же смотрел и мне говорил о том что у них самый лучший календарь из всех команд востока на оставшуюся часть сезона и поэтому по сути они могут спокойно идти в плей-офф даже подниматься по этой сетке плей-офф на вас на востоке не все так сложно как на западе на востоке команды можно еще успеть обогнать некоторые команды подняться там на шестое пятое место единственное что они больших высот они достигнут они сейчас наигрывают вот у них засветился хасан хасан айсайд человек который играл в ливане то есть человек который взялся вообще из ниоткуда и который в своем первом же матче в своем дебюте за май за майами произвел фурор он там что-то около семи блоков поставил ну просто так отыграл и набрал кучу очков чего человеку который может завершать атаку бросками сверху человек который отлично отрабатывает защите молодой еще перспективный у него потолка просто не вхаживать сайт и все и пустота потому что мы понимаем никого не осталось майами рассчитывали на боша майами раздали всех больших весь бэкап да вот вся скамейка никого не у донис хаскер неожиданно снова оказался стартовым игроком и вот опять таки ну вот куда лезть с таким франкором давайте но он мальчик еще он опыт нба не имеет по сути то есть я видел матч его будет вайта ховарда это был кошмар он не знал что делать в этом хорда он никогда не играл против таких игроков и ход белый бил через него понятно он наберет опыт но вот что с таким франкортом светит в плей-офф не знаю вот я я понимаю что урана драйча брали сейчас только для того чтобы более-менее разгрузить вейда ну человек в перспективе должен ходить в топ-5 разыгрывающих нб это хорошее приобретение но сейчас тем материалом который есть у майами им просто ничего не светит в плей-офф вейда будут беречь максимально человек больше 25 минут за игру из 48 играть не будет а с таким вейдом которого будут постоянно беречь ну на что рассчитывать в плей-офф да по сути он может сломаться но на серии 7 мальчевой ну он просто и не вытянет физически мне кажется да вот хотя он боец конечно он лидер он очень опытный игрок но я согласен дал по здоровью вейда и и пожалуй в такой ситуации зная пэта ралли возможно имела смысл слить сезон но опять-таки возвращаемся к тому что у майами сейчас позиция в плей-офф у них лучший календарь вообще в инбо из всех возможных они его даже если захотят им очень тяжело будет выпасть в лотерею поэтому такая двойственная позиция ведь она востоке столько команд которые пытаются слить этот сезон чтобы попасть в лотерею что майами просто не угонится за ними они не смогут проиграть столько матчей сколько кому сколько те команды которые откровенно танкуют вот не смогут и все хорошо посмотрим на майами в плей-офф как драги себя проявлено кстати там вот появился сегодня ночью дебютировал очень интересный человек я его хенри уокер я его впервые сегодня увидел сегодня ночью смотрел матч ну на меня он произвел большое впечатление своей уверенностью человек подписавший десятидневный контракт человек который дебютирует в команде nba он настолько был уверен в своем броске настолько хорошо защищался что мне он очень понравился и 3 3 очковых попадания говорят сами за себя и играет человек на позиции шутинг-гарда ну то есть на позиции второго номера ну по габаритам он вполне может играть и на но там она пригодится моя потому что я думаю им сейчас просто нужно не ставить каких-то задач на плей-офф или так далее нужно развивать своих молодых игроков вайтсайда и возможно этого же уокер лишь оба зла пьера и шаба зла пьер у них которые со временем должен стать атакующий разыгрывающий данных значения никогда не будет а ну да он будет бэкапом просто драйчу только качественный бэкап из него нужно воспитать из него качественного бэкапа теме бэкапов а теме запасных разыгрывающих переходим плавно к команде portland trailblazers которая наверное является одной из самых симпатичных данный момент в нба потому что там играет мне кажется на данный момент лучше атакующий большой ламакус улдрич замечательный разыгрывающий дамьян лилард очень сильный снайпер и очень сильный защитник на периметре уэсли матьюз любопытный универсал француз николя батюм плюс вот эта грива робина лоббиса то есть принципе там боекомплект пятерка одна из сильнейших в нба вот что за это ведь я давно еще со времен клайда дресслера болею именно за портленд это моя любимая команда я ну еще может быть как-то там иногда я могу поболеть за бостон но портленд это любовь и я тебе больше скажу такой сбалансированной пятерки стартовой которая есть у портленда нет ни у одной команды сейчас в нб и вот даже если мы возьмем лидеров атланту golden state атланта это команда в которой откровенных лидеров нет то по сути это это игра системы golden state это другая система там есть лидеры там они выделяются там братья плюх ну стеф карри и томсом ты понимаешь о ком я говорю это действительно лидеры там растет очень хороший тяжелый форвард драймон грин там есть всегда надежный богут но ты все равно не назовешь кроме здоровья ты все равно не назовешь эту пятерку она не лучше чем пятерка у портленда главная проблема портленда все последние сезоны при стоте эта проблема скамейки то есть им нужны два-три качественных игрока ветерана которые выходят и набирают свои очки со скамейки потому что молодые ребята которые там были мэрс леонард клавьера уже нет и томас роббитсон тоже был полный юношей подававшую большую надежду их уже обменяли на ару на афлала ну вот афлала мне кажется это усиление это человек который за денвер набирал порядка 15 очков в среднем человеку которого если пойдет бросок он спокойно может и двадцатку делать но это правда в стартовом составе со скамейки от него будет требоваться 12-14 очков и этого будет вполне достаточно то есть еще пару таких вот игроков время брали дорого райта вам поздно уже вадим поздно уже поздно уже надеемся на мирс и леонардо который действительно растет этот парень растет тебе никого не напоминает в сан-антонио есть поймал есть там такой айронс вот они они очень схожи визуально и визуально да не потому что он броска как есть у портлинского запасного я ни у кого есть больше он бросает трешки он великолепно бросает я скажу так и этим дополняет скажем тяжелого криса кеймена который выходит до свои минуты какие-то получает он неплохой запасной центр но главная проблема портленда мне кажется это запасной разогревший защитник потому что то что делает стив блэк но в этом суде это просто кошмарно имея великолепного домена лилардо в старте провальные отрезки 10-15 минут на их хватает зачастую чтобы убить матч ведь она вот все ругают стоца ну я его тоже ругаю но где-то все равно я его понимаю лидеры команды играют по 40 минут минимум по 40 минут из-за чего из-за того что нет скамейки портлинг всегда подходит концу сезона уставшим всегда это главная проблема портленда нет скамейки лидеры играют много лидеры устают эти лидеры потом и не играть в плей-офф а у них отдыха нет я вспоминаю прошлый сезон когда портленд заходил в плей-офф когда он там железно уже был все команды которые выходили в плей-офф просто давали отдыхать своим лидером играли по сути вторые составы в портленде по 35 минут бегали лидеры по сути музыка играют и не должен вот понимаешь вот вот эта проблема я не знаю как ее решать а ее решать можно только качественным усилением скамейки но ветер смотри платежки то тоже не резиновые даже с учетом того что со временем будут поднимать потолок зарплат это будет ужас очень скоро они все равно не не резиновые важно сохранить олдриджа ему нужно предлагать очень большой контракт тут без вопросов олдридж и лилард это максималка мы понимаем это я не думаю что батюм согласится играть за какой-нибудь там ветеранский минимум батюм это 10 миллионов в год это игрок 10 миллионов в год как и как его и мэтьюс как и мэтьюс даже может быть на данный момент дороже потому что он снайпер по моему он лучше в эндба по количеству забитых трехочковых реализованных и он великолепный стоппер мы помним прошлый плей-офф и то что он сделал джеймсом харден ну вот посчитай где-то 18 вот вот платежка и забита до 18-20 миллионов нужно платить лиларду и олдриджу к и каждому каждому и где-то 12 и 10 нужно платить мэтьюзу и батюмук розин на робин лодра с датом вариантов нет вадим нужно работа на драфте а это работа мы видим они второй раунд по моему отдали да они отдали как раз за афлала но хотя бы есть афлала на этот плей-офф им нужен был человек со скамейкой который может дать взрыв вот они взяли афлала мне кажется это очень хорошее усиление это усиление которое может решить массу проблем до порта кому же афлала здорово защищается хотя об этом немногие говорят в общем мне кажется что афлала это шанс для порта в этом сезоне пройти дальше чем они были в том году а это был второй раунд посмотрим мне кажется портон стал симпатичней портон стал чуть глубже и пожелаем удачи твоей любимой команде спасибо виктор пожелаем ей дачу спортивно виду